На Алтае под строительство школы выделили землю с могилой красноармейца. Историю рассказывают корреспонденты комсомольской правды. Село Боровиха, кажется, останется без новой школы. Сейчас здесь их две. Обеим больше 80 лет, а обучаются там 670 ребят. Еще около 200 человек ездят на занятия в Зудилово, Новоалтайск и Барнаул. Мест не хватает. Решение о строительстве нового здания было принято несколько лет назад. Проект на 500 мест включили в программу 80 на 80, выбрали площадку, составили техзадание, запланировали реализовать к 2020 году. Но даже спустя два года подрядчик так и не зашел на объект. В ходе судебного заседания выяснилось, земельный участок находится в границах памятника. На том месте, где когда-то планировался котлован, располагается могила красноармейца Тарасова. А это значит, что строительство не должно быть ни при каких условиях. А вот число детей, которым нравится учиться в школе, уменьшилось. Сотрудники Общероссийского народного фронта подвели итог мониторинга за прошлый год, пишет бейский рабочий. Выяснилось, что ребят, которым нравится учиться в школе, стало меньше. Доля подростков, посещающих ее по принуждению, выросла. Ребята считают, что интересных уроков недостаточно, отсутствуют полезные предметы и увеличивается нагрузка. Дети просят ввести уроки, которые пригодятся им в будущем, например, финансовую грамотность. Налог на профессиональный доход может быть распространен на все регионы страны с 2020 года, в том числе и на Алтайский край. С 1 января эксперимент был запущен в четырех субъектах, пишет полицебру. Вручение, напомним, дал первый министр финансов России Антон Силуанов. Инициативу поддержали в Краевом законодательном собрании. Например, по мнению председателя Александра Романенко, статус самозанятого позволит человеку формировать пенсионные накопления, а для территорий налог даст возможность увеличить доходы бюджета. Забег поросят устроят на Масленицу в Барнауле. Соревнование пройдет 10 марта, сообщает АИФ Алтай. Необычное зрелище приготовил Барнаульский зоопарк. На старт выйдут питомцы, поросята Люся и Василий. А еще на Масленицу гости смогут поучаствовать в гире тягивания, ходьбе на копытах, бревнопелении, взятии снежной крепости. Продолжение следует...